Накануне прошла традиционная республиканская акция «Ночь в музее», в рамках которой люди в вечернее и ночное время могут посетить культурные заведения. В этом году в акции приняли участие несколько музеев Актубе, историко-краеведческий, имени Алии Молдогулова и Музей искусств. Каждое учреждение представило внимание у зрителей разнообразные экспозиции и культурные мероприятия. Наша съемочная группа побывала на одном из них. Акция «Ночь в музее» по традиции приурочена к Международному дню музеев. Ее программа в областном историко-краеведческом музее была красочной и необычной. Начиная с 6 часов вечера, активенцы и гости города могли полюбоваться на показ современной одежды в казахском стиле, выставку и мастер-классы областной ассоциации мастеров шибер-арта Актубе и многое другое. Организована выставка «Жадыгер Жирдехалмасын» и выставка «Жаншуага», то есть изделий людей с ограниченными возможностями. Также на мероприятии организована фотозона для детей специальной «Стране чудес», быт гуннских племен, то есть исторические сценки различные. Также танец в тени первой казахской балерины Нурслу Топаловы пройдет обряд никях совместно с мечетью Нургасыр. Данная акция ежегодно проводится. В прошлом году, например, акцию посетили свыше 5000 человек и в этом году также ожидаем очень много гостей. Мастера прикладного искусства демонстрировали свои изделия. К примеру, Актюбин Казина Гемранова представила сумочки ручной работы, выполненные с применением отечественных материалов. Я занимаюсь рукоделием, шью. Сегодня я представляю коллекцию своих сумочек, ручной работы. В каждую сумочку вложена душа, сделана с любовью. Я уже занимаюсь порядочно, где-то, наверное, года 4-5 я занимаюсь этим. Я довольна. Я человек на пенсии, и для меня это хорошее подспорье. Кроме того, была представлена праздничная программа Корейского этнокультурного центра. Также слух зрителей услаждали выступления местных исполнителей Кюев, прозвучали произведения обуваки Ракердеры. Ответим, что цель подобных акций – пробудить у населения интерес к культуре родного края. Владимир Федотов, Азамат Сауханов, телеканал Актюбе.